Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня приветствую вас в прекрасном румянцевском зале Дома Пашкового. У нас немного запаздывает звук, ребят, можно как-то поправить? Спасибо. Итак, сегодня у нас в гостях великая, неповторимая Татьяна Никитична Толстая. Татьяна Никитична. Добрый день. Слышно меня, да? Слышно? Не слышно. Поправьте звук. Заметался пожар голубой. А возьмите мой. Вот сейчас разлучало что-то, нет? Да-да-да, звучит. Звучит. Хорошо, да. Татьяна Никитична, вот в интервью вас часто спрашивают о ваших предках, среди которых было очень много известных людей. Как, по вашему мнению, влияет на людей ощущение причастности к родственникам, которые они никогда не видели? Что это дает? Нет, закрыть надо, потому что там какие-то выкрики. Сейчас. Закрыть икли. Ну, как минимум, как минимум это интересно, потому что, когда смотришь, кто у тебя родня, ближняя родня или дальняя, ты понимаешь, ну, если это прямые предки, вот так вот этот по прямой линии, то интересно, чьи гены в тебе, с кем ты общие гены, так сказать, имеешь иногда, прям, вот это удивительно. Я сейчас по разным, действительно, все меня спрашивают про разных предков, и про некоторых я как будто ничего не знаю, пока вдруг запрос во Вселенную не пошлешь, и, значит, Вселенная тебе, благоволяк тебе, выдает тебе, соответственно, свидетельства их жизни, находятся какие-то неожиданные материалы и так далее. Я вот не так давно раскопала сведения о одном из наших родоначальников, который идет, ну, не скажу по женской линии, но, в общем, короче говоря, сейчас объясню, как он идет по линии. Он норвежец, фамилия его Боговуд, по-русски он Боговуд, а в Швеции, в Швеции, вот это вот, звучал, вернее, в Швеции, это XVI век, как Боговуд, совершенно непроизносимое, по-видимому, по-русски, может быть, по-шведски произносимое, не очень понятно даже, что это значит, но, в общем, они переехали в Швецию, а после Швеции они переехали в Российскую империю, в Эст-Ляндию, и там какие-то, значит, свои имения получили. И сократилась фамилия до Боговуд. Вроде бы, значит, это означает, Багги – это, вроде бы, баран, у него есть герб, и на этом гербе три бараньи головы, так что, вроде бы, Багги – это баран. Но как-то у меня на скорую руку не у кого было спросить, сама занималась изысканием. Вот, значит, он принадлежит семье, этот Боговуд, невероятно продвинувшийся в военном отношении. Там все генералы, человек шесть генералов, один от кавалерии, другой, еще от чего-то. И какие-то все невероятно героические, в частности, его дядя Карл Федорович, портрет его висит в галерее героев 1812 года в Эрмитаже, а там довольно большая галерея, и, значит, там все такие вояки храбрые. Он и погиб на этой войне, Карл Федорович. И они все любили быть Карлами как-то, потому что своих детей у Карла Федоровича не было, а у его брата Федора Федоровича было двое. Один Карл Федорович II, так называемый, и его брат Александр Федорович. Александр – это наш. А Карл Федорович II, он тоже, будучи каким-то там генералом, был, как это называется, не городовым, не мэром, а, в общем, это какой-то, как бы, военный комендант города Гатчина. Ну, под Питером и занимался всем дворцом гатчинским. Причем настолько был, как бы, хорошо там распоряжался городским этим хозяйством, что собралось общество граждан, ну, какие-то там купцы, еще кто-то, важные такие люди для города. И они, значит, обратились челобитные к царю, чтобы он улицу назвал в честь вот этого Багавута. И улица Багавутская была. В Гатчине была улица Багавутская. Ну, и теперь она кто? Карла Маркса, извините, который ничего не сделал хорошего для города Гатчины. Была Карла Багавута, стала Карла Маркса. Вот сик-транзит, что называется. Люди помнили, что он много благ принес. Он там от улицы превратил в бульвар. Она до сих пор существует, как бульвар. По ней гуляют, там, не знаю. Сейчас ездят, конечно, не на лошадях, а на этих самых самокатах, сбивая народ. Но, тем не менее, вот под Марксом кроется, значит, вот этот наш дядя Багавут. А наш Багавут, он, начиная там с мельчайшего возраста, какой-то там, не знаю, 18 лет, он храбро сражался. И, значит, вот продвигался по этой самой военной лестнице, что было совсем непросто. И, в частности, значит, его там чуть не убило, здесь чуть не убило. А на польской войне, это было подавление польского восстания 1831 года, как-то он со страшной силой, значит, там тоже воевал. И в него прилетели пули, и одна пуля попала ему в голову, и его сочли мертвым. И понесли хоронить. Вот его понесли хоронить. Там генералы, которые наблюдали за полем боя и за ходом битвы, значит, там сняли свои шляпы. И его положили среди мертвых. Но у него был денщик, который увидел, что вот барин лежит в таком непотребном виде, и решил, что это нехорошо, надо похоронить церемониями. И он, значит, тогда взял его и потащил в отдельное чистенькое место, в костру. И у костра он как-то оттаял и проснулся. Его, значит, забросали мерзлыми солдатскими шинелями, какими-то заскорозлыми. Но он лежал в полубессознательном состоянии. И этот его денщик, зачервонец, нашел какого-то цирюльника, который ему, значит, рану на голове зашил. То есть он вынул пулю, зашил рану и так далее. Но он все равно был в безобразном состоянии, его везли в настоящий госпиталь. Бесконечный путь. Все это он сам описывает в своих записках. Бесконечный долгий путь, мучительный. Такой, что он просил сбросьте меня с телеги, я не могу ехать в таком виде, в 100 мера. Ну и, значит, его сняли с телеги. Как везти? Тогда этот его денщик прошел на такое антигуменное преступление. Он убил маркетанта. Видимо, убил, потому что в записках Боговута Александр Федорович пишет, что что стало с маркетантом, не хочу говорить. Маркетант вез водку на продажу. Немщик отнял сани, сбросил водку и, по-видимому, пришиб этот самый маркетант. И на этих санях Александр Федорович повез дальше. Делали ему операцию в настоящем госпитале. И, по легенде, в семье хранился платок, истерзанный его зубами, чтобы хлороформа не было. Значит, соответственно, боль была адская. Шла операция там сколько-то, полчаса. Значит, они вычистили эту самую рану, зашили, чем-то заложили. И сказали, что она должна нагнаиваться. Какая была медицина? Она должна нагноиться. Видимо, чтобы вышли какие-то осколки. И вот он между жизнью и смертью находился 40 дней. На этом записке его обрываются. Но он не умер, а просто... Вот он описал самое страшное, что было в его жизни, и поскакал себе дальше воевать. Чего это самое делать? И, значит, у него была жена и дочь. Ну, дважды, по-моему, был динат. В общем, у него была, короче говоря, дочь, которая... Расскажу, не ошибиться. Да. Короче говоря, она бабушка моего деда Алексея Толстого. Вот так. Потому что матерью Алексея Толстого была Александра Леонтьевна Тургенева. Это другие Тургеневы, это не писатель. Род большой, тоже там все до другого родня. Вот. То есть, вот он мне прапрапрадед, получается. На бумажке надо считать. Что так-то не вычитать. Вот такой, например, у меня удивительный обнаружился с подробностями предок. И, ну, как... Понятно, что у меня даже и генов-то его почти не осталось. Я же сдавала анализы на генетическую экспертизу, что всем вам желаю. Это очень интересная вещь. Плюнешь пробирочку, и после этого получается удивительный результат. Такого найдете, что вы не догадывались. Вот. Но кробы эти уже не показывают скандинавских, значит, аллелей. Потому что все это уже растворилось за такое время. Но, тем не менее, по чертам можно найти и сходство, и это наш товарищ. Вот такой есть боговод. Так что, понимаете, неизвестные всем родственники обнаруживаются. А вот такие удивительные, понимаете? На самом деле, действительно, очень удивительная история. И спасибо, что поделились ей. Мы теперь знаем о вас сильно больше. Чем знаю. Раньше. Да. А скажите, пожалуйста, были ли в вашей семье в такой большой и многонациональной, как мы теперь выяснили, традиции домашнего чтения? Может быть, когда вы были ребенком, и какие-то традиции вы уже сами прививаете своим близким? Если запереть ребенка в комнате, выбросить все гаджеты и заставить его читать, может быть, он будет читать, но только чтобы понятие не носить, гаджеты существуют. Но стоит ребенку увидеть мультик на лэптопе или на телефоне, все, ребенок пропал. Он переключается, это совершенно другой режим. Режим смотрения, так сказать, будь то телевизор или, ну, понятно, любое зрелище. И режим чтения, потому что режим чтения – это совершенно другая, я не знаю, если бы врач вам лучше сказал, как работала бы мозговая деятельность, что происходило бы при чтении в отличие от смотрения. Потому что ты смотришь, и ты, в общем, ну, как кот. У нас кот ходит к телевизору. У моего сына кот, как дети смотрят пультик, и кот садится рядом с ними и смотрит. Просто такие же зеркальные глаза, понимаете, потому что ничего не отражается. А когда ты читаешь, ты все время… Во-первых, ты хозяин чтения, ты все время отдаешь себе отчет. Отдаешь себе отчет в каждой прочитанной фразе. Хочешь ты это или не хочешь. А когда ты хорошо научаешься читать, то ты одновременно как бы и смотришь тот фильм, который этот текст дает тебе, да, твоим глазам. Потому что ты размещаешь персонажей текста в каком-то мире, может быть, там будет описано… 19-й, да, и сам… То есть ты даже не фантазируешь, ты просто на основе того описания, скажем, природы, 19-й, я очень любил природу описывать, потому что персонажа там еще… Ты представляешь себе какую-то местность, и ты часто… Я вас спрашивала специально людей, как у них это происходит. Они как бы надевают картинку этой местности на известную им. То есть вот там, я не знаю, кто-то вышел из дома и пошел. Они свой дом и представляют себе более или менее. Кто в каком районе Петербурга живет, тот это и представляет. Что вижу, а то мы поем. Ну, в общем, да. То есть это вот параллельная фантазия такая. То есть ты одновременно и текст воспринимаешь, и сам его додумываешь. И еще, что замечательно в чтении, как в процессе, то, что ты можешь читать в нужном темпе, то, что ты можешь всегда остановиться, то, что ты можешь читать зад-наперед, то, что ты можешь отлистать назад и перечесть какой-то кусочек, который ты вроде как пропустил или вроде как не понял сначала. То есть ты полный хозяин. Люди любят быть хозяевами своей деятельности. Так вот, чтение дает тебе полную свободу. Ты владеешь вот этим процессом. Ты им владеешь. А когда ты смотришь что-то, то он тобой владеет. Телевизор или вот это. Сейчас уже не телевизор смотрят, а в компьютере. Ютуб, но он тобой владеет, а не ты. Правильно говорят, что люди, которые читают книги, управляют людьми, которыми смотрит телевизор. Поэтому приходится, но у меня-то дети читали. У нас не было телевизора, он сломался, мы его выбросили. Я очень рад. И они приучились к чтению. Мы им читали на ночь, скажем. Сначала читаешь, читаешь, читаешь книжку интересную. А потом, значит, ребенок хочет еще и еще. А ты уже говоришь, нет, сейчас спать пора. И у него возникает ощущение, что он стал за стола голодным. Он сам должен прочесть. В общем, он рано или поздно переходит на самостоятельное чтение. Но начинать надо рано. Просто рано. А если упустил этот момент, то это очень сложно бывает. Просто это очень-очень сложно переключить. Это прям как перевоспитать, понимаете? А вот на ваш взгляд, какие книги могут заинтересовать современных детей? Это классика, литература нашего детства или что-то современное уже? Не поймешь. Потому что то, что предлагаю им, это то, что мне нравилось. Есть девчонкинская литература, есть мужская. Ну, например, там мужская, вообще говоря, это Джульвер. У него 90 романов написано. И очень много из них про вот эту вот великую совершенно мысль, великую идею, великую эпоху, когда люди были инженерами. Потому что вот покорение природы, так сказать, понимание взаимодействия человека с природой, как можно там, не знаю, на необитаемом острове все построить. Государство с работающими электростанциями, из какого-то лаптя и гвоздя, понимаете? А вот если ты понимаешь, что такое химия, что такое физика, по-моему, это завораживает. Особенно мальчиков, но есть, конечно, девочки, склонные к негуманитарным наукам. Их тоже это завораживает, им это нравится читать. А девочкам, в общем, больше нравятся там сентиментальные какие-то книги. Серебряные коньки, например, такая есть книга, но уже она 19 века, американская. Да, но сейчас очень много, вот то, что вы говорите, сейчас очень много кино снималось именно по этим книгам. Вот кино! А были ли эти книги, интересно, первоисточникам? Ну, знаете, или же до них было еще что-то написано такое? Нет, я думаю, что они были вполне себе первоисточником. И просто традиция большая существует, описывать какие-то истории, вещи какие-то. Весь 19 век великолепно, все она развита, литература. А у нас не очень была развита, соответственно, много переводили. И вот эти вот вещи, они переведены. Ну, у нас же нет писателя равного Жюль Верна. Никто за это дело не брался. Русские писатели, они больше про, ну, не знаю, трудную жизнь там, христианина, что очень скучно. Вот вы только говорите про Жюль Верна. Я так полагаю, что это была ваша любимая книга или нет? И у вас были другие? Нет, не обязательно. Не обязательно у меня. Я читала там пару романов Жюль Верна, но у меня сын так заинтересовался, что он записался в детскую библиотеку и прочел все там Ажур Верны, которые вообще были в библиотеке. Вот это там в начале Ленинского детской библиотеки стоит. Просто приходил туда и все подчищал, забирал. Они, видимо, не все равноценные, но тем не менее. Нет, дело в том, что это... Я не знаю, либо... Это вообще трудно ответить на этот вопрос. Либо тебе ложится на твой характер, или ты, наоборот, развиваешь свой характер после прочтения книг. Надо, чтобы было какое-то совпадение. Правда? То есть если тебе интересно инженерное дело всякое, тебе интересно, из чего сделано, как... Ну, в России не было таких писателей. В России были писатели-просветители в 20 веке. Например, такие были Ильин и Сегал. Значит, у них были книжки, несколько изданий было. Это там 30-е годы, насколько я помню. Там откуда берутся вещи? Вот не знаю, там... Я помню, в детстве была у меня книжка. Там, значит, такие были вопросы, которые страшно волновали ребенка. Почему шуба греет? И там объяснялось, что шуба не греет, что это человек греет. Он источает тепло, а шуба и другие любые плотные материалы, многослойные материалы, они сберегают это тепло. Поэтому шуба сама по себе, она висит в шкафу, она не может никого согреть. И, понимаете, вот ребенок, мы здесь лет 8, для тебя это открытие. Ты думаешь, а действительно, она в шкафу не становится все горячей и горячей. И вот, кстати, мы это все читали, смеялись, удивлялись. Ну, там масса всего. Это один пример. Шубы. И вот, когда я смотрю глупые американские фильмы, там у них всегда, они живут в убеждении, что шуба греет. Там обычно для глупостей всякие, для веселых приключений. Кого-то убивали, посадили в холодильник. Из холодильника он приходит совершенно синий. 18-х раз вынести не может. Странно. У нас человек 18-х раз на улице не погибнет. Он бумагу завернется. Найдет бумагу, в холодильнике завернется, потому что он соображает, кто кого греет. А там нет. Он выходит все-таки синий, сосулька почему-то. Хотя сосулька происходит, только если есть вода. А так она не появляется. И чтобы его согреть, значит, эти самые подбежавшие спасатели, они надевают вам вот так вот на плечи одеялко. Как оно его согреет? Как он будет источать тепло? Я каждый раз, когда я это вижу, это безумно смешно, я думаю, ну что ж вас вот, не было у вас, Ильина и Сигала, которые вы рассказали вам, почему шуба греет. Которые задавали вам вопрос, почему шуба греет. Да, да, да. Немножко подумать, осознать, как мир устроен не так, как ты думал, глупый. Скажите, есть те книги, которые вы читали много раз, и отношение к ним поменялось со временем? То есть, ну, в юношеском возрасте читаешь, вот в этом году юбилей Пушкина, и у него... А у него всегда юбилей. Ну, тем не менее, написал фильм прекрасный, вышел Евгений Онегин. Вот. Вы, кстати, были? Нет, нет, нет. Хорошо, ладно. Не портите мне. Ладно, хорошо. Ну так вот. Пушкин Евгений Онегин. Вот я читала, к примеру, там в 10 лет, и когда прочитала уже в более осознанном возрасте, скажем так, у меня разные отношения и понимания вообще героев. Конечно. А Лотмана читали? Нет, к сожалению, я не такая умная, как вы. Да почему тут умная? Просто это вспомогательная литература. Лотмана опишет и расскажет, просто называется книга Евгения, не, не, почитайте. Там объясняются вещи, вот действительно, почему шубы греть. Вот там объясняется, как выглядел дом Татьяны Лариной, что означает вызов на дуэль, кто и как и когда вызывал на дуэли, там, ну, я не знаю, как выглядели диваны в этом доме. Ну, что такое пучок в зари, они роняли слезки три. Вы же не скажете, какой пучок в зари, какая пучок в зари, ну, трава. Много-много разных вещей описывается. Вот весь этот, так сказать, быт, мы же этот быт не знаем, мы читаем другое, а если читать внимательно, и особенно если вот рядом с тобой сидит, скажем, там, ребенок, подросток, который спрашивает, а это что? А ты сказать ничего не знаешь, что не знаешь. Прошло 200 лет, а Лотман нам в подмогу. Вы действительно почитаете Лотман, и вообще можно слушать и читать. Есть его записи, старые очень, на культуре, начало 90-х, наверное. Его слушать и читать, огромное наслаждение. Когда человек говорит, по делу умно и с разбором, это замечательно. Вот я люблю такого рода литературу, вы вообще говоря, какое приложение к художеству. Ну, а вообще вам нравится смотреть, может быть, какие-то постановки? Если да, то какие? По книгам, которые вы читали, что можете оценить и сказать, да, это было хорошо? Не люблю я смотреть постановки, я вам прямо скажу. Я не люблю смотреть постановки. Я люблю, когда постановка, ну, не постановка, я люблю, когда фильм написан по оригинальному сценарию, и, соответственно, все придумано с самого начала сценаристами. Потому что, ну, когда-то смотрела, там, не знаю, в юности, и пришла к выводу, что по хорошей литературе получается плохое кино, по плохой литературе – хорошее кино. Потому что, опять-таки, это два разных совершенно события. И супа варенье не сваришь, это другое. Любите театр? Нет. Чтение и, собственно, фантазия. Ну, чтение, да, или, вот, я не знаю, фильмы, фантазия или фильмы какие-то там хороших режиссеров, но с оригинальным сценарием. Потому что текст не переносится, не переносится на экран. Он не переносится. Сейчас школьников выйдут в театры, в кино и делают постановки специально по книгам. А потом спрашивают, почему они не читают, дети? Да потому что они не читают. Потому что им уже показали вот какую-то фигню, извините, да, в любом случае это фигня, в любом случае. То есть она отбивает всякое желание понимать художественную литературу. Вот те слова, которые писатель, старался писать, мужчином пером, не знаю, высунув язык, он писал, он все делал, чтобы создать какие-то образы. Где эти слова? Они не могут перейти, совсем-то всем не могут перейти на сцену, в зрительное изображение. Они там не держатся, им не на чем держаться. А как заинтересовать вообще школьника? Если бы вы составляли список школьной литературы, что было бы первых, наверное? Ну, так я не могу сказать, это очень сложно, потому что я знаю, что все, что в школе преподают, вызывает у ребенка преподавание литературы, кроме очень редких случаев, с замечательными учителями, есть такие учителя, которые умеют это делать. Все это вызывает отторжение. Всякое удовольствие от чтения. Но то, что я бы делала, я бы, я не могу изменить, но я бы таким образом изменила способ преподавать, потому что вот все эти печатные отчинения на тему, все это, это все дологи я бы сделала. Я бы разбирала тексты, и не очень большие, с тем, чтобы ребенок почувствовал, что текст не состоит из того, что ему кажется, он состоит, вот из этого самого листа бумаги со словами, что там все время есть влияние в тяну. Там, как минимум, есть второй слой. У художественной литературы всегда есть второй слой. Она этим и отличается от литературы. Листовка вложена с пояснением, что это гвоздодер. Здесь А, здесь Б, а здесь ручка С. Вот отличается от этого художественной литературы. Она не про то, что, вы думаете, написано. У нее есть фабула и есть сюжет. Фабула – это то, что по поверхности плывет, а сюжет – это то, что ползет, как подземная река, под этим. И вот понять это и проникнуть в этот сюжет, и научиться его опознавать и получать удовольствие и радость от того, что ты нашел и понял, это делается не с первого раза никак, но это делается. Это не у 100% учеников получается, но должно получиться. Вот такие глубокие анализы, без вот этого мучительства, понимаете, в школе, без отметок и без отметок. А так, чтобы хотели это сделать, чтобы они хотели прочесть и понять, чтобы у них открылось. Отметок не надо. Как вообще? Нельзя ставить отметки за рисование или пение в школе. Ну, если есть, он замечательно совершенно, но ставить тем, у кого нет голоса, понимаете, двойку? Нельзя. Вот как нас заманить на территорию чтения, это очень непросто. А ваши дети, они читающие? Да, мои дети читающие. Как вы заинтересовали? Ну, вот я говорю, читали книжки на телевизоре. А потом не давали читать? Время? Нет, нет, они сами, они сами просто, им понравилось, они читали, потому что время было все-таки другое. Как вы считаете, почему в читающем у читающих семьях, да, у читающих родителей сейчас такое не читающее поколение детей абсолютно? Во-первых, гаджеты. Я говорю, гаджеты, гален, гаджеты, гален, гален, там масса всяких соблазнов в компьютере, масса, игры. Ну, вы так плавно обошли тему, либо я ее не уловила. Но все-таки, есть список вашей любимой литературы, что вам нравится, какие-то направления или авторы. Интересно все-таки из современной литературы и из литературы… Ну, я могу, конечно, списки перечислить, но это скучно. Почему? А давайте, а давайте мы, знаете, как сделаем, сделаем подборку от Татьяны Никитичной. А почему нет? Мне кажется, это очень здорово. Мне кажется, все, да, давайте поаплодируем тем, кому интересно. Да она ничем не будет отличаться от стандартной подборки, которую все всем дают. Я люблю русскую классику, и я знаю, что есть люди, у которых от слова классика уши вянули. Мне кажется, что классика – это что-то такое заводное заводок. Это одна из самых драгоценных вещей, которые у нас есть. Просто это сокровище али-бабы. Русская классика. У меня был студент в Америке. Я сидела, читала «Войну и мир». Вот вы спрашивали, что я перечитывала, а я перечитывала «Войну и мир». Я никогда не могу ее дочитать до конца и прочитать всю, потому что то мне скучны военные сцены, то еще что-то, потому что там целый мир, правда. Но тем не менее, я сижу читаю, а тут подходит ученик, в кафе сижу там, и он говорит, толстую книгу, какую вы читаете, как вам это? Не напрягает? А я думаю, зрень такая. И, значит, говорю ему, я говорю, а ты знаешь? Это удивительный автор, который я читаю. Да, знаешь, такой. Ну, а чем он хорош? Я говорю, ты понимаешь? Вот такой я тебе приведу пример. Ты заплатил доллар, а получил товар на 10. Вот он такой. И у него глаза загорели сразу. Говорит, а? Я говорю, да. Попробуем. Это, конечно, не сразу так у тебя получится, но ты попробуй. Как вы? Столстой? Ну, хотя бы одному испортил. А вы не сказали, что вы как минимум однофамилица? Да, такие интересные. Ну, они знают, что есть Толстой и Достоевский, но они больше не знают никого. Нет, сидя диване. У нас сегодня, видите, от энергетики Татьяна Никитичная. Да, я душу задуваю, как свечки. микрофон. Друзья, скажите, может быть, если вы не против, есть вопросы к Татьяне Никитичной, которые тревожат вашу душу? Я вас утешу. Лес и рук, лес и рук. Да, вот, пожалуйста. Да, конечно. Какую? Фэнтези. Фэнтези? Не очень. Толкин нет, не люблю. Вот с Толкином, и наоборот, фильмы интересно. А то, что в книге нет, потому что плоскостное очень получается. Я уважаю это, но я не люблю. А эта литература вот какая-то другая. Она не имеет вот этого второго, третьего слоя, про который я говорю. Она движется и очень ярко, и пестро, движется по поверхности, так сказать, по мествованию. И вот это хорошо передается, если хорошо сделан фильм. Я смотрел вот это самое «Властелин колец» с большим удовольствием два раза. Но там же нет никакой специальной глубины. Понимаете? Там есть вот то, что ты хочешь от фэнтези. Герои идут вперед и, рискуя жизнью, претерпевая разные приключения, заходят до счастливого финала. Этот сюжет древен как мир. Еще античная литература. Понимаете? Такой был античный роман где-то в эллинистическую эпоху. Много их было. Больше это, конечно, роман похож на бразильские сериалы или мексиканские. Там невеста поехала к жениху, богатая невеста, дочь какого-то богатого человека поехала к самому жениху на корабле. Налетела буря или там напали разбойники, корабль утонуло, невесту взяли в плен. Дальше его приключения и, наконец, все благополучно заканчивается. Вот бразильский сериал. Но это же вот сюжет, собственно, фэнтези всегда. Он пишется... Это формульная литература. Вот так она называется. Формульная литература. Пишется по формуле. Ну, опять-таки, есть запрос на нее, да, у человека. Это не значит, что она плохая, но она вот такая. Так же, как детективы. Да? Детективы – это формульная литература. Они, как правило, вы узнаете, кто убил на последней странице. Есть, конечно, такие перевертыши. Есть, например, Мегре, там, с самого начала, да, комиссар Мегре, там ты с самого начала знаешь, кто убил, а дальше, значит, Семенон рассказывает тебе, как этот комиссар Мегре поймал этого убившего. Ну, и по дороге, значит, это самое, приписываются разные развлекаловки. Куда он зашел, что он выпил, этот самый комиссар. Мне очень нравятся французы. Его мучила жажда, и он выпил ликер. и его творчество, биографию и литературу. Литературу. Особенно в связи с тем, что, скажем, сейчас все творчество Джоан Роллинг, скажем, оказалось под угрозой из-за того, что она не угодила по некоторым слоям общества своими личными высказываниями как частного лица. Да, да. Нет, вопрос большой, сложный, и Джоан Роллинг тут, конечно, она, она, ну, это плохой пример, потому что в данном случае общество выступило как злобные кретины. Она сказала совершенно нормальные вещи. Ее стали травить за то, что она сказала, что, она думала, что, не знаю, беременность только бывает у женщин. В смысле, что у мужчин не бывает. Что началось? Какая фестопляска. Самое главное, что вот этот самый, который играл, актер, который играл Гарри Поттера, да, он, она его из полной безвестности, в общем, бессмысленного совершенно паренька превратила в знаменитого и безумно богатого актера. И он посмеял на нее гавкнуть. Мерзкий, жалкий, трус. Пфу. Вот просто тьфу. Я здесь не то, что разделяю, там, есть же сложные случаи человека от его творчества. Здесь о творчестве же нет никакой речи. Здесь речь идет о том, что общество исключительно ханжеское. Вот то общество, которое так с ней поступило, исключительно ханжеское. Я более-менее знаю это общество, все эти, знаю разные кошмарные скандалы, которые с моими знакомыми в той же Америке происходили. Но я много раз про это рассказывал, и не на эту тему сейчас говорим. Но это не тот случай. А вот скажем, как отличить человека от его творчества, например, случай с Цветаевой. Случай не разрешен. Цветаева загубила одну свою дочь, чуть было не загубила вторую, при этом любимую. А нелюбимую она просто загубила. и поступила с ней абсолютно безобразно. Она просто ее в гроб свела. Она ее не любила и хотела, чтобы ее не было. Но потом как бы что-то она раскаялась, как бы пару стихотворений на эту тему, но по сути она поступила чудовищно. Просто чудовищно. Ее стихи становятся от этого хуже или лучше? Вот вопрос. Будешь ли ты их читать с тем же восторгом, как ты читал, чувствуя, так сказать, энергетическую какую-то и поэтическую какую угодно близость, когда ты узнаешь, что она поступила вот так. Они там ползали в лужи собственной мочи в ледяных кроватях в детдоме, куда она их сдала. Их там не кормили, а она значит со своими знакомыми мужиками где-то на теплых чердаках курила и говорила о французской литературе. Вместо того, чтобы идти пешком по снегу в эти детские дома и вынимать их оттуда. Ну, короче говоря, она была чудовищем в этот момент. И что делать с чтением ее стихов? Вопрос нерешаемый. Я встречала людей, обожателей Цветаевой, женщины в основном ее обожают, которые не хотели слышать ни о чем. Ничего, ни одного дурного слова про нее не скажи. Мне кажется, что надо принимать человека вот со всем, что он сделал, понимать, что он чудовище, что гений и злодейство совместны, ужасаться волосы дыбом и при этом пробиваться сквозь все это и стихи читать, и воспринимать, и переживать, и так далее. Это очень сложная задача, но цель должна быть вот такая, потому что все люди так или иначе в чем-то виноваты перед кем-то. А если они святые, хоть одного святого назовите, я не знаю, на святого. Даже мать Тереза, как выяснилось, была сволочь. Понимаете? Про это не принято говорить, но была. Она считала, что не надо обезболивающее давать тем, кто внушился в страшных мучениях. Пусть страдает. Хорошая, святая, да? Такая гордыня, что у меня просто нет слов. Вот. Да. Слушай. Еще вопросы, да? Татьяна Никитична, вот молодой человек с очень важным вопросом к вам обратился, но я хотела бы вернуться к предыдущей теме. Дело в том, что под ваши критерии фэнтези очень подходит путешествие детей, например. Какое? Путешествие детей Гомера. Понимаете? То есть может быть, и она точно подходит под все критерии фэнтези. Вот абсолютно. Чудовище, квест, Пенелопа с ее полотном и все остальное прочее. Но, тем не менее, этот эпос будет нас все-таки мысли и чувства. Быть может, и фэнтези у кого-то может разбудить аналогичные чувства. Я не поклонник фэнтези. Я просто... Нет, это не фэнтези. Это не фэнтези, это другой жанр. Но под фэнтези подходит ведь под формальные критерии. Да нет. Я думаю, что все воспринимали это как реальные совершенно... реальные путешествия со всеми реальными... Встречи с реальными ужасами, чудесами, всем прочим. Мне кажется, что оно не воспринималось как фэнтези. Есть запрос на фэнтези, а здесь похоже, что нет. В ту пору, конечно, не воспринималось, но сейчас-то воспринимается. Нет, это все-таки... Это иначе называется. Это вот когда... Когда жизнь и дорога. Когда жизнь это дорога. Вот есть какой-то термин даже для такого романа. Ну да, но это может быть, но так немножко академично, сухо. нет, есть какие-то более простые и глубокие слова. Но, короче говоря, это глубже любой фэнтези, но лежит в каком-то смысле в основе, потому что... Нет, конечно. На самом деле это называется Одиссея, да? И трилог. Она так вот и называется, это первично. А сюжетов-то всего-то ничего. Сюжетов на белом свете всего-то ничего. Жил-жил и умер это один сюжет. Нет, это просто ну вот такой как бы направляющая фабула. Она и в основу уже можно нанизывать все что угодно, потому что все жили и все умерли. Смотря что выстраивается как ну как это самое остов текста, повествование. Ехал-ехал-приехал. Но вот эта вот жизнь как как путь, вот это Одиссея и есть. Жизнь как путь. Но он очень аккуратно конечно закруглен, приехал, отомстил, всех повыгнал. Все очень хорошо. Сага. Нет, ну если вот разбирать и вдаваться в жанры, есть целая литература видней, научная литература, так сказать, которая все это делит, расщепляет, приписывает и так далее. И что-то в этом есть, в этом литературе видней, хотя гармонию убивает. Эта алгебра гармонию убивает до известной степени. Но с другой стороны ты ничего не можешь поделать, человек классифицирует, узнает, распределяет и так далее. Потом существуют культурные мифы, например. И на культурных мифах покоятся, скажем, культурные мифы и культурные коды, на них покоится культура того или другого народа. Ну вот и у русского народа тоже есть культурные коды и мифы, абсолютно неубиваемые. Например, представление о том, что царь едет на запад, а потом возвращается подмененным. Посмотрите, с незапамятных времен, а потому что запад, там мертвецы, там солнце садится, значит, запад это страна мертвецов. Вот там Петр Первый поехал, а приехал не Петр, а Путин, он поехал в Германию тоже, а вернулся какой-то Витя. А сейчас еще больше какие-то мифы придуманы, что нет, это не он, это один из его шести двойников. Это очень хорошо ложится, вся вот эта херня, очень хорошо ложится на народное сознание. Мы с вами себя не считаем настолько народными, да, образование, тыры-пыры, но ты же не можешь все равно это убрать, все равно это в основе существует. А уж у таксиста вера в это сто процентов. А второй, значит, миф, из тех, которых я могла наблюдать, воочию, вослушаю. И это миф, вот как в коньке-горбунке, ты нырнул, так сказать, в молоко и вышел преображенным. и поскольку у нас косметическая индустрия так вообще агрессивно себя подает и развивает, то это тоже соответствует каким-то вот этим народным чаяниям. Мне опять-таки таксист рассказывал там под Питером едем, что вот здесь значит, какой-то заповедник и там то ли зубы, то ли бизоны, а может, зубы и бизоны, это один черт, какие-то скрещенные, вот они вот здесь их разводят. Я говорю, а, да, интересно, да. Он говорит, а знаете, зачем? Они с них молоко собирают для Матвиенко для омолаживания. А Матвиенко тогда была губернатором Петербурга. То есть я подумала, ну вот чистый конек-горбунок, да, царь прыгает в этот самый в котел с молоком и в принципе должен оттуда выйти помолодевший и преображенный. Для Матвиенко зубы и бизонов завели, понимаете, как? Я не знаю, знает ли об этом Матвиенко, но... И как будет? Возможно, с ним, посмотрев культуру и рэп, об этом узнать. Ну, понимаете, она старалась, там, потяжку делала и тут, здрасте, зубы и бизон за этим стоят. Вот, то есть вот эти вот, это народное сердце, оно как бы отзывается, оно откликается на вот эти мифы и мне кажется, эти мифы что-то объясняют в народном сознании. Поэтому, например, я вот, во что я не верю, я не верю там в опросы, например, когда опросы, будь то левада, не левада, абсолютно безнадежно. Человек отвечает не то, что он думает, а человек отвечает только, он сориентировался, как надо ему ответить, как надо повернуться, чтобы защититься, да, как следует, чтобы на тебя не напали. А что он спрашивает-то? Что он лезет-то, спрашивает? Надо защититься, поэтому он соображает, что сейчас лучше ответить на этот вопрос. Я знаю, когда было много возней с разными там выборами, фокус-группу устроили. И все говорили, вот фокус-группа показывает там то-то и то-то. Какая фокус-группа? Я знала женщину, которая ходила из одной фокус-группы в другую и отвечала, притворяла стоя одним другим работникам разных профессий с ним, чтобы, ну, соответственно, ей заплатили, она говорила, что хотят услышать. Другое совсем, понимаете, вот народ у нас хитрый, а в целом вот в американской культуре они будут прямолинейные до скулки, до вуя. Там тоже полное жилинчество, нет, это утепляет, конечно, но вот эта прямолинейность, такая протестантская, понимаете, унылая прямолинейность, это замечательный философ Исаия Бирнин, это который ночной гостью Ахматовой, приезжала, сидела с Ахматовой до утра, она решила, что это что-то невероятное в ее судьбе, но она не была невероятна. Значит, у него есть разные интересные эссе, он в Америке преподавал в свое время, 50-е годы, и вот он такое наблюдение сделал, что американцы, вот как культура, они не понимают парадокса, им неудобен парадокс, вспомнил Пушкина, и гений, парадоксов друг, так вот у них нет гений парадоксов друга, они должны да или нет, то есть прям вот, понимаете, по Евангелию, пусть твой ответ будет да, да или нет, нет, потому что, значит, что остальное это вот лукавого, ты должен говорить только четко и ясно, истина, правда, они думают, что они ее знают, да, на бытовом уровне, и вот соврать, это ужасно, а почему не соврать, ну почему не соврать, а как тогда вот художественная литература, которая вся вранье, и через это вранье, оно идет на глубину правды, ну это хитрая вещь, это вот весь тот парадокс, который невозможно вложить в голову, попытки с этим что-то сделать, вот когда преподаешь, осторожненько подбираешься, разговариваешься, нет, другая культура, другие мифы, другие какие-то вот коды культурные, это очень сложно, а у нас тут отдыхаешь, Татьяна Никитичевна, давайте последний вопрос, вот мужчина пришел из конца зала, задать, да, тогда два последних вопроса, давайте, вот, здравствуйте, Татьяна Никитичевна, у меня такой вопрос, кстати, не ожидала, что будет возможность его задать, практически, можно сказать, в детстве, в 16 лет, я прочла ваш роман «Кысь», и остались такие впечатления, как из всего того, что я прочитывала, остается впечатление, чем информация, воспоминания, вот, что такое «Кысь» в моем понимании, как я это поняла с позиции своего возраста, опыта, ну, это такой образ русской, не знаю, лени, прокрастинации, страха, то есть, я это так вот, считала, вот, и мне было удивительно название, «Кысь», что же такое «Кысь», что-то, и не рысь, и не кот, вот, каким образом у вас рождался этот образ, как долго вы его вынашивали, откуда пришло к вам название, и вот только сейчас, более глубоко изучая Гоголя, я подумала, а нет ли здесь каких-либо общих коннотаций между Вием Гоголевским и Кысьем, вот вы не думали об этом вдруг? Нет, там коннотации, нет, этого нет, я в эту сторону не глядела, но откуда, откуда без слова пришло, ну, мы дома играли в разные какие-то стихотворные стихи, шарады и так далее, и как-то в них мелькнуло вот это слово Кысь, оно не существует, еще тоже что-то есть, брысь, Кысь. Ну, да, нет, его не существует, но просто оно мелькнуло, то есть оно, скажем, в коме-языке существует, но это я потом узнал, я не знаю коме-языка и что-то там означает, наречие какое-то, неважно, а в русском языке, значит, его как бы нет, но оно неприятное, для русского уха Кысь, оно неприятное слово, оно какое-то тревожное, и поэтому я его взяла для этого сюжета, для этого текста, и да, оно, значит, и тревога, и прокрастинация, лень, не знаю, но оно, оно есть какое-то зло, то, что скребет душу, непонятное, и непонятно, что скребет, почему скребет, куда при этом совесть, что делает совесть, которую она там, допустим, ну, которая должна что-то говорить, а человек не знает, ему не на что опереться, герой не знает, что ему делать с тем, что называют совестью, у каждого свои какие-то соображения, что есть совесть, то, что мне хорошо, или то, что я что-то должен делать, или то, что я делаю другим что-то хорошо, я за кого-то что-то отвечаю, А непонятно, потому что если ты тёмный и дикий в душе, нет у тебя нравственного закона, он ни на чём не покоится, то это очень трудно с этим быть. И сплошная тоска, ну и, соответственно, герой ищет всё это в книгах, какие-то ответы. Но он не умеет искать эти ответы, поэтому ему что книги есть, что нет. Они для него чистые и развлекалово. Столько всего, и ничего он там не видит, не может найти, потому что нету точки опоры внутри него самого. Вот как бы так. Это такое довольно огрубленное, что ли, описание. Но, в принципе, вот про это. То есть сначала был ещё сюжет, а название романа уже пришло потом? Да нет, они одновременно как-то появились, это трудно сказать. Нет, слово это, оно было в самом начале. Вначале было слово, и вот оно было в самом начале. А потом уже на этом... Это очень трудно описать этот процесс. Ты выбираешь для того... Тебя нужно писать. Ты не знаешь, что тебя-то, собственно, гложет и грызёт. Ты не понимаешь, что такой вот процесс выдумки и писания. Ты как во сне. Ты ходишь среди каких-то неясностей. Имеется несколько опор у тебя. Вот это слово у тебя имеется. Вот ты видишь такой... Такой пейзаж. Вот ты представляешь себе вот такую систему. Вот ты слышишь как будто какой-то разговор. Я же восемь лет это дело писала, это всё медленно продвигалось. А потом понемножечку, понемножечку всё это расставляется на места. Потом, например, поскольку одним из центральных шинтуров, так сказать, на которые написан текст, является книга, значит, надо было что-то как-то это использовать. Например, вообще, как разбивать роман на главы? Писать сплошным текстом с отбивкой какой-то, или разбивать на главы? Тут я подумала, что надо делать алфавит. Надо главы назвать буквами алфавитами. Когда я это сделала, стало сразу легче, и стало легче привлекать эти самые тексты с одного места на другой. Потом, поскольку у персонажа моего, главного героя, у него путаница большая в душе, я решила, что это должно его фалить и сказаться. И я специально переставила буквы алфавита в конце. Этого никто не замечает. Вон один человек заметил. Но это сделано специально. То есть я делаю не для того, чтобы все... О, вот это самое. А чтобы если кто-то хочет, ну, он посмотрит и спросит сам себе, а чего это, почему? Это не ошибка. Там все сознательно сделано. Ну, и вот такой вот какой-то варево я сварила. Но это вас поменяло, как вы сами чувствуете, когда книга вышла, роман вышел? Нет, это вызвало мне чувство глубокого удовлетворения, как говорили прибрежными. Чувство глубокого внутреннего удовлетворения. Спасибо. Татьяна Никитична, добрый вечер. Добрый вечер. Я немножко, наверное, не из вашей среды, всех, кто сюда пришел. Я из среды программистов, тех, кто занимается искусственным интеллектом. И вот в связи с этим вопрос к вам, есть ли у вас какие-то прогнозы, опасения или предположения, во что это все может превратиться? Ну, маленькую ремарку. Наверное, все знаете, да, что сейчас революция происходит. Да, да. И, например, уже в стан художников искусственный интеллект врывается и рисует картины. Даже, ну, любителю, наверное, можно и запутаться. Вот. А то же самое может быть с текстом, потому что этот искусственный интеллект основан на текстах. И как раз вы учили, заложив в него все цифровые тексты, которые есть в мире, чтобы он нашел там какие-то связи внутренние и мог улавливать контекст. То есть ему можно написать задание какое-то или вопрос, и он продолжает отвечать грамотно, на нормальном естественном языке и осмысленно. В обычной работе, например, программистов это реально помогает. То есть я могу с ним общаться на темы, какие мне нужны, по техническим вопросам, и он меня консультирует. Наверняка это же может произойти и с творческими вещами. Вот такой у меня вопрос. Ну, вопрос очень сложный, потому что действительно угроза такая существует. Конечно. Она существует. Я видела тоже, ну, на примере картинок, изобразительного, вот этого материала. Мы все видели, значит, сначала робкие попытки, а потом, ну, там, все хорошо на шесть пальцев, да? Вот. А потом это быстро все ушло. То есть этот самый интеллект самообучился за пять минут, да? Как говорится, не было указано, он все, все понял и поправился. Вот. Ну, с текстами то же самое. Дело в том, что большинство текстов, которые вот, мы завалены ими, да, наш мир завален все время текстами, они плохие, они кому-то нужны, потому что людям нужны тексты, если им вообще тексты нужны, и не обязательно хорошие. Плохие тексты их полностью устроят. То есть, ну, вот, то, что продают на развалах на улице, вот эти все бесконечные, там, ну, те же детективы, те же эти самые, как правило, это очень плохо, очень низкий уровень. Поэтому интеллект может гораздо лучше написать, лучше сделать. Не знаю, как скоро, не знаю, какое задание будет, так сказать, дано. Думаю, что может великолепно сделать вещь совершенно. А вот что касается так называемой настоящей литературы, тут не очень понятно. Там критерии-то какие-то другие, понимаете. Там критерии, там должна быть, ну, циня ошибка. Вот смотрите, была я в городе Аретсо итальянском, и там есть совершенно замечательная церковь, собор огромный. Там несколько ярусов, и на этих ярусах стоят колонны, опоясывают колонны. И вот где-то на высоком третьем, что ли, ярусе вот так вот стоят, значит, колонны, 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 вот как здесь, по балкону. И они все одинаковые, а одна колонна, у нее как будто колено вперед выставлено, как будто это какая-то чья-то нога какого-то животного. Все нормальные, кроме одной. И меня это удивило. Я, значит, запросила, тогда был ЖЖ, все писали, сидели в ЖЖ, там хорошо картинки очень изображались. Я запросила людей, кто знает, почему это. Ну, и очень много было всяких соображений безграмотных, но одно соображение мне показалось, что неправильно. Оно исходило от какого-то искусствоведа, что вот эти самые художники, соответственно, средневековые и позже, художник считал неприличным достигнуть совершенства, потому что это как бы ты отскорбляешь Бога. Совершенен Бог, а ты, художник, ты несовершенен. И для того, чтобы, так сказать, не обрушить на себя Божий гнев, а ревность богов, это еще очень древнее понятие, с античной следующей, художник как бы смиренно портил какую-то одну вещь, так сказать, «Господи, я не такой, как ты, я стараюсь, но не удалось до конца все это сделать». И он пишет вот эту самую штуку. Вот это вот, такую вещь, которая должна встречаться в литературе, где-то должно быть испорчено, где-то должно не сойтись. Ни одно произведение, вы не зовете его, его нет, не существует в природе, оно несовершенно. Никакое художественное произведение нет совершенно. На секунду тебе может показаться, что вот, ну, блеск лучше не могут, как Пушкин, который мы здесь уже не раз поминали, и когда кончил, Борис Агуданову бросил свое перо, и вскрикнул, «А это Пушкин, а это сукин сын». Здорово у него получилось. Он был доволен. Но это длится всегда один миг, такое ощущение, что ты достиг высоты, а потом ты спокойно спускаешься вниз. Человек неравен творцу нашему. Вот. И посмотрим, что будет с интеллектом. Интеллект этот склонен заглаживать, понимаете. У него нет этого человеческого, да, внезапного, внезапного. Да, а души нет совсем. А что душа захочет? Захочет она что-то нарушить, напортить, улыбнуться, или просто оборвать там, где... управляются оборвать текст. Ну, посмотрим. Смотрим. Ну, мы провели чего-то. Это-то. Да. Сейчас. Да. Ну, давайте. Чего? Да. А я не считаю его. Не могу ответить. Хотела его публиковать в последние дни. Ну, вот это сложно поменять. Да. У меня Бокова тоже осеньки я публиковала, его в раме там на карточках. Тоже не хотела. Да. Да. Вот. Нет, я не буду лекции читать. Писать. Нет. Ну, нет. Если... Должна быть цель какая-то. Должна быть целеполагание. Вот. Я преподавала... Я преподавала в Америке 6 лет. Ну, это было очень мучительно. Очень. Ну, прежде всего, потому что были совершенно дикие, необразованные, неподготовленные студенты, которые... У них дома не было книг. Ну, и вполне себе богатые люди, у которых дома не было книг. И поэтому у них совершенно такое... Ну, полное отсутствие опоры. Не на что ссылаться. Очень примитивное мнение и все такое прочее. Была пара замечательных студентов там, замечательных, у которых было природное чувство литературы, великолепное. Ну, вот это единственное, что утешало. Вот. И потом в Германии я преподавала тоже полгода. Там, по-моему, катастрофа, на мой взгляд, гуманитарная в преподавании. Это университет Гомбольта. Ну, известный, знаменитый, и все на свете. Катастрофа в том смысле, что у них запрещено любить и понимать художественную литературу без соответствующей теории сопровождающей. Мне там много было русских. Ну, жены немцев или не так давно эмигрирующих. Это был у нас 2011 год. Вот, в общем, они, ну, либо не идеальные русские, но они пошли подучиться. И вот они подходили ко мне, несколько человек после наших занятий, и сказали, ой, огромное спасибо. Вот я вот только сейчас поняла, про что книжки вообще пишутся. Нам же запрещено иметь своими мнения по поводу художественных текстов. Мы должны теорию прикладывать к тексту. Мы должны выучить теорию, и его, соответственно, к тексту приложить. То есть, например, вот ввели там феминизм. И вот, значит, ты всюду должен ввести феминизм. С точки зрения феминизма читать текст. А что написано в самом тексте, про что рассказывать? Нет, это детский сад. Ты не имеешь права про это знать. И ни один человек мне там не мог, не было у него инструментария, аппарата какого-то не было, не мог мне объяснить, про что написан вот этот текст. Именно что про что, в чем сюжет, о чем здесь говорится. Но мне приходилось им показывать все это на примерах. И тогда они стали понимать что-то. Тогда до них стало доходить. То есть, никакой теории я вообще категорически с ними не проходил. Я и не знаю теории, и знать не хочу. Задача – прочесть текст и понять, что тут написано. И вот они… Им просто бьют по рукам, если они будут пытаться это сделать. Там правда катастрофа. Да. Да, да. Скажите, Кремль. Я не могу употреблять англицизмы. Да. Опять-таки, Пушкина вспомнила. Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов по-русски нет. Нет. Понимаете, ничего не поделаешь с этим. И англицизмы, тоже как раньше, галицизмы. А еще до того, как они там назывались, вот эта голландская лексика, все, что связано с мореходством при Петре. Все это вливается в язык. И язык этим не портится. Вот русский язык, такое вот у него свойство, он от этого не портится. Он в себя это впитывает, преображает, переделывает и дальше идет. Понимаете? Это поразительно. Мы столько действительно великий и могучий. Вот правда, вот безнадоевшего вот этого. Все ха-ха-хи-хи, да, ха-ха, великий и могучий. Да, великий и могучий. Что видно по тому, как он перемалывает вот все вот это. Он только лучше становится, вообще-то говоря. Дело не в том, что молодежь употребляет вот эти слова, там, кринжовый или еще что-то, а в том, что она ничего не употребляет. Типа, вот это вот отсутствие языка. А когда ты имеешь мысль и хочешь ее выразить, у тебя задача выразить, тебе что-то описать. Даже просто описать, что ты видишь перед собой. Предмет, он круглый или квадратный, или еще какой-то. А дальше, а еще, а что еще про него можно сказать? Там волей-неволей начинается, понимаете, включается язык и такой, и другой. Не, я совершенно за русский язык, я абсолютно не волнуюсь. И вот, что там англицизм? И вот бюрократические обороты тоже страшные подбираются. Но и это преодолеем. Есть такие сферы языка, где без этого никак. А медицинский язык? Послушайте врача какого-нибудь, или почитайте какие-нибудь... В той же Википедии описание какой его болезни. Я люблю читать описание болезни в Википедии. Я смотрю, когда там какой-нибудь сериал американский про врачей. Вот кто-то какой-то, как говорится, пиздецом и заболел. Так, смотрим, что это за болезнь такая. И, значит, там будет все написано, где, чего, какой орган заболел, что с ним произошло. И ничего не понимаешь. Но я еще понимаю больше других из гуманитариев. Просто потому, что я заканчиваю кафедру классической филологии, немножко помню корни латинские и греческие. Понимаете? Анальгин. Я понимаю, почему он называется анальгин. Или аспирин. Для меня это понятно. Но это вот медицинская лексика. А юридическая? Это же тоже целое, понимаете, навалывается на нас. Англицизм — это еще не все. И мы все перемалываем. Но кто хочет развить свою речь, читать классику надо. Вот весь XIX век все предоставлено нам. Просто читать классику. Там хорошо. Там совершенно замечательно. Так. Нас поджимает следующее. Нас уже поджимает время, да. Но от вас невозможно оторваться. Поэтому мы... Спасибо. 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 Мы ждем вас в гости снова. Вы придете? Коллеги, нам обещали. Спасибо большое, Татьяна Никитична. Спасибо. Друзья, если кто-то хочет автограф, пожалуйста. Но у нас есть совсем немного времени, поэтому прошу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.